Приветствую вас. Вы пишите о том, что у вас паранойя. Мощь раньше гулял почти в открытую. Ух, ловил я. Сейчас урок задержан, но мне кажется, что у них все так просто. Отслеживаю его везде. Смотрите, давайте мы к идее паранойи пройдем к нескольких позиций. Первая позиция – это тревога. Тревога по поводу того, что у вас как-то не складываются отношения с мужем. Да? Вот это вот такая безгармония в отношениях, неудовлетворенность, может быть, ну да, что-то такое. Что-то такое, что-то такое. Смотрите. Вот вы говорите, что муж гулял почти в открытую, я его ловил. Ну, хорошо, ловили. А зачем? Зачем вы его ловили? Ну, поймали вы его. Что дальше? То есть, вот смысл того, что вы делаете. Понимаете ли вы, почему муж гулял почти в открытую? Чего ему не хватало? Может быть, ему правда чего-то не хватало? Вот. То есть, ваша тревога здесь связана с тем, что вы не понимаете, чего муж не хватает с вами. То есть, вы не понимаете, почему человеку это делает. И естественно, конечно, нельзя в таких отношениях чувствовать себя спокойно и комфортно, потому что, ну а как, если партнер твой, он не удовлетворен, да? Только в таком случае, не ловите его нужно и не следите за ним, да? Отслеживайте его в любви. А делайте что-то. Делайте что-то самой. Для того, чтобы человек не хотел гулять. Если вы решились над ним остаться. Если вы не расстались с ним. Кстати, а почему вы не расстались? Если бы он в открытую гулял. То есть, вы его ловили, вы за ним следили и что дальше? А дальше ничего. Судя по тому, что вы говорите. А дальше ничего. Ну ладно. Это первый момент. Второй момент, второй момент. Это ревность. То есть, вы ревнуете. И это вот спорная ревность. Имеет место быть. Ну, что хочется сказать про спорную ревность. Хочется сказать, что вообще-то ревность обоснована. Потому что мужчина действительно может гулять с другими девочками. Вот. Я полагаю, что сейчас идет именно про это. Он может действительно гулять с ними. И опять же по той причине, что его кто-то не устраивает в отношениях с вами. И первая проблема здесь заключается в том, что вы его действия принимаете на случай. То есть, вот он гуляет в открытую или не в открытую, не важно. Вот. Меня это задевает. Меня это задевает. И вам хочется, чтобы он не гулял. Но при этом, ваша же, собственно, проблема не решается. То есть, вы не решаете свою собственную проблему этим. То есть, вы не решаете проблему, например, того, что вас это вызывает. Вы не решаете. Проблема неуверенности в себе. Проблема заниженной ситуации. Проблема отсутствия реализации. Ну, реализованности своей собственной. Проблема страха одиночества. Проблема сравнивания себя с другими людьми. А, да? То есть, все вот это не решается. И... Тут... Дело не в том, что... Вы следите за человеком. Следите, пытаться там... Поймать его и прочее. А дело в том, чтобы разобраться в себе. Понимаете? Ну, давайте вот мы с вами, с вами, приведем пример. Я приведу очень простой, очень банальный, очень примитивный пример. Смотрите. Мужчина любит борщ. И... Мужчина встречается с вами, например, и говорит. Ну, встречается с вами и со временем заявляет. Тот ждет, знаешь, я хочу борщ, я люблю борщ, я хочу борщ. Или сразу говорит, что я хочу борщ. Или спустя какого-то время говорит. А вы ему отвечаете, что да, конечно, да, конечно, я с радостью приготовлю себе борщ. И готовить ему борщ. Он пробует, говорит, слушай, ну... Борщ вкусный, конечно. Но я немножко не такой борщ люблю. Немножко не такой борщ хочу. Хотя хочу немножко другой борщ. Такой-то вот, такой-то вот, такой-то вот. Вы ему в ответ говорите. Нет. Я не буду тебе готовить, готовить такой борщ. Я буду тебе готовить только вот тот борщ, который я готовил. Все, все. И... Когда мужчина его ест неохотно, или когда мужчина где-то ест другой борщ, который ему нравится больше, вы его ловите и на него ругаетесь за то, что он старается получить то, что ему нужно. И... Да, вы можете не хотеть готовить другой борщ, так как мужчина хочет. Но простите, если вы не хотите готовить другой борщ, то... это ваш выбор. И за него нужно нести ответственность. Которая заключается как раз таки в... принятии... последствий... этого выбора. А именно... если борщ мужчине не нравится, он будет искать место, ему сделают то, как он хочет. И это будет совершенно нормально. Не можете вы сделать, как он хочет? Признайте это. И... например... раздаться. Либо... обговорите, обсудите. Скажите, что вот, так и так, я знаю, ты хочешь вот такой борщ, я такой борщ делать не могу, не умею, делать не хочу. Это тоже вполне нормально. Но я понимаю, что ты хочешь, поэтому, пожалуйста, если тебя где-то таким борщом накормят, я буду не против. Вот. И всё. То есть, понимаете, в вашем вот отношении к мужчине, да, нет ничего направленного на него. И всё направлено на вас. Это неплохо. Это неплохо. Это неплохо. Это неплохо. То, что у вас всё направлено на вас. Но... Мужчина тоже есть. У него тоже есть свои силы. И они тоже важны ему. Понимаете? И вам честнее, именно честнее будет решить свою проблему сперва, а потом уже, уже потом решать проблему своего мужчины. Понимаете? То есть, сперва вам необходимо себя привести в порядок, поиследовать все те проблемы, которые я описал. А дальше уже решить, вы хотите что-то делать для человека или нет. Вы хотите, сорить ему тот борщ, который он хочет или нет. Понимаете? И у каждого последствия будут свои решения. Ой, свои, наоборот. У каждого решения будут свои последствия. У каждого выбора будут свои последствия, свои результаты. Это вот и всё. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я думаю, что коротким вариантом будет обратиться вам вдвоём с мужем на консультацию к психологу, на сеанс семейной стропе. Вот. Стропе для парксов пружинских. Где вы могли бы рассказать, поделиться своими трудностями, своими проблемами, своими переживаниями. Вот. И, возможно, научиться друг с другом взаимодействовать несколько лучше. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго. Удачи. Ну, надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.